Здравствуйте, друзья! Сегодня мы будем разукрашивать нашу тыкву техникой жидкий акрил. Итак, приступим. Нам нужна тыква и краски. Мы начнем с белой краски, так как белый цвет будем использовать как основу. Я взяла вот такой поднос. Краска будет сливаться и не запачкать наш стол. Берем красочку белую и заливаем. Посмотрим, что у нас получится. Я это делаю первый раз. Я увидела, что одна женщина это делала и мне очень понравился ее метод. Получилось очень красиво и эффектно. Немножечко наклоним, чтобы наша красочка стекала. Теперь мы возьмем красную красочку и также будем ее заливать. Это не зависит от того, как вы будете заливать. Просто разными такими вот узорами, как получится. Посмотрим, что у нас получится, так как я это делаю первый раз. Не страшно, если на хвостик попадет. Конечно, надо было этот хвостик убрать. Но уже будем делать так, как есть. Обязательно перчаточки одевайте, чтобы не запачкаться. Вам не нужны дорогие краски. У меня обычные дешевые красочки. Смотрите, вот как красиво здесь получилось. Очень красиво растекается. Теперь берем желтый. Розовый. Этот розовый, он должен светиться. Это неоновый цвет. В темноте должен отсвечивать. Мы посмотрим, действительно ли это так. Очень красивый цвет. Можно его побольше добавить. Если он светится, то должно получиться очень красиво. Вот таким цветочком сделаем. Теперь мы возьмем фиолетовый. И красивый зеленый неоновый цвет. Он тоже светится в темноте. Должно быть очень эффектно. Такой немножко густой. Он сохранится. Он не имеет масочный цвет. Режим Anthropcom. Перемешает. если поставить его на улице перед дверями он будет очень красиво светиться вот эти неоновые розовые зеленые цвета сейчас нам нужно добавить немножко черного цвета совсем чуть-чуть черного много не нужно чтобы он так полосочками расстегся цвета у нас получились красивые обычно мы такое делаем с сынулий но так как он сейчас в школе я решила проэкспериментировать сама сначала я думаю что ему это очень понравится он тоже захочет такое сделать я думаю что на этом все теперь будем ждать цвета еще будут сползать вниз узор у нас получился хороший красивый теперь будем ждать пока он подсохнет а